Доброе утро, дорогие садоводы! Сегодня я хочу сказать о тех тонкостях по декоративным культурам, которые мы не особо учитываем, выращивая их или планируя посадить в сад. Ведь недаром говорят, рай на земле – это сад. Вот кусочек рая на земле – это наш сад. Какой райский уголок без декоративных цветущих кустарников, без цветов? Сегодня на пике популярности гортензия – метельчатая, древовидная, крупнолистная. Сортов много, желаний посадить много. Но, общаясь с садоводами, я чаще слышу один и тот же вопрос. А голубая есть? А какого цвета гортензия? Садоводы, те, кто не знаком подробно с этим кустарником, красиво цветущим, должны знать, что метельчатая гортензия может менять окраску от белого к розовому, от кремового к зеленому или желтому, от белого к красному, но она не будет никогда ни голубой, ни фиолетовой. Древовидная гортензия, пинка-набель, розовая анабель, больше другой она не будет. Бело-зеленая, белокремовая или розовая, как была Анна или пинка-набель. А вот крупнолистные гортензии, да, это огромная цветовая гамма. Вот пример такой гортензии крупнолистной, но обратите внимание, она растет у меня в горшке. Это горшечная культура, и меня это устраивает. Сейчас она обильно цветет. В ноябре я ее поставлю в холодное место, в прохладное. Не буду обильно поливать, и у нее наступит период покоя. В феврале, как только увеличится протяженность светового дня, мы ее достанем, поставим на солнце, у нее начнется вегетация, а потом, когда минует угроза возвратных заморозков, мы опять ее поставим в сад, на воздухе ей комфортнее. Метельчатые древовидные гортензии не стоит укрывать, их укроет снег. Не стоит обрезать осенью, если будет лютый мороз, по уровню снега их обрежет дедушка мороз. А формировку, что древовидные, что метельчатые гортензии, лучше проводить рано весной, до начала соподвижения. Все эти гортензии очень легко черенкуются, и вы всегда сможете очеренковать себе тот сорт, тот вид, который вам понравился. Удачного вам дня и новых поисков!